У нас несколько площадок. У нас площадка на Донской, площадка на Сеакторон, площадка в Сочи. И мы соединяли их через одного провайдера. Соответственно, этот провайдер нам выдал определенные валаны. И мы через эти валаны прокидывали каналы. Фактически, прокидывание этих каналов – это создание VPN второго уровня, Virtual Private Network. Но теперь, предположим, у нас есть подразделения в другой стране. Вот у нас контакты связались, скажем, с Италией, с университетом Пизы. И у нас возникло подразделение в этом университете Пизы. Нам нужно сделать такую же связь, как с другими площадками, то есть, чтобы была одна сеть. Но при этом эту сеть прокинуть через интернет. Тут есть несколько вариантов. Ну, во-первых, мы не рассматриваем варианты, когда подключается один хост. У нас есть для этого разные туннелирующие протоколы. Мы не рассматриваем варианты с шифрованием трафика через IPsec. Тоже стандартный подход. Мы сейчас рассматриваем достаточно простой вариант с помощью протокола GRE General Routing Encapsulation. В этот протокол будет инкапсулироваться IP, то есть, IP в IP будет инкапсулироваться и передаваться дальше по сети. В игре может инкапсулироваться практически любой протокол. И мы получим площадку, которая будет выглядеть, как будто наша локальная сеть. Для начала, естественно, просто эту площадку построим. Я уменьшу данные. Вот так вот это интернет. А вот тут будет площадка в PIS. Она будет состоять из маршрутизатора, коммутатора и компьютера. Ну вот, давайте, маршрутизатор у нас. У нас коммутатор. Скажем, вот такой вот. И компьютер. И компьютер. Ну и поскольку это другой город, то мы сделаем два медиа-конвертера и подключим их. Итак, давайте вначале медиа-конвертера сконфигурим. Значит, это у нас 100-мегабитный порт. Опять 100-мегабитный порт. В принципе, вы можете скопировать уже готовые медиа-конвертеры. Но, таким образом, мы мышечную память вырабатываем. запоминаем, что нужно делать. Соответственно, медиа-конвертер это DCE, коммутатор это DCE. Соответственно, мы соединяем с помощью кросса. Тут два медиа-конвертера соединяются с помощью... по-моему, у меня оптика вот у нас, да? И тут у нас DCE, DCE с помощью прямого кабеля. Тут опять прямой кабель. И тут опять прямой кабель. Ну, вот схема построена. Так, я нарисую блок. Чуть великоват он у меня получился. Тянем. Лейбл. PISA поставили. И название делаем. Это у нас интернет медиа-конвертер 2. Тут у нас есть уже. Это у нас PISA и университет PISA медиа-конвертер 1. Роутер у нас PISA университет PISA gateway 1. Коммутатор у нас PISA университет PISA SV1 компьютер у нас будет называться PISA университет PISA 1. Вот собственно такая схема. А теперь давайте сделаем новый город. Новый город это у нас PISA без сети PISA и давайте перенесем всю технику в PISA пизанскую значит move switch в PISA пизанскую это я то перенес или не то сейчас посмотрим move gateway что у нас еще тут осталось media converter в PISA тут у нас media converter должен быть интернетовский back тут у нас компьютер пизанский давайте PISA посмотрим что у нас тут есть так это мы не туда попали PISA что у нас ага свитч неудачно перекинул все так PISA интернет нет это у нас в PISA это в PISA так интернет перекинуть в интернет интернет все работает да ну а теперь собственно давайте конфигурацию в начале сделаем первоначальную конфигурацию значит конфигуры терминал стандартно мы telnet настроим значит это у нас telnet с паролем CISCO настроился на консоль консоль настроили рутовый пароль шифрование конфигов шифрование паролей в конфигах паролей ethernel admin привлечь level 1 secret CISCO теперь зададим домен IP domain name юнипи идем ключ создаем 2048 2048 2048 вот так скирили ключ теперь перестраиваем транспорт input SSH записываем записали теперь коммутатор все то же самое line vti04 password cisco логин на консоль пароль рутовый пароль шифрование паролей пользователь админ домен задаем domain name университет пизы дальше генерим ключ 2048 и задаем ssh вот мы первоначальную настройку то что вы чудесно делаете мы сделали теперь давайте поднимем интерфейс и так интерфейс 00 но еще да он подняли интерфейс на нем мы он внутрь смотрит зададим интерфейс с валаном интерфейс f0 0.401 encapsulation 401 ip-адрес ip-адрес задали описание и внешний интерфейс подымем интерфейс f0.0 ну шат даун exit exit не нужен мы на этом же интерфейс сдаем ip-адрес это у нас внешний адрес будет 192 0 2 20 дескрипшн интернет ну и зададим рутинг по умолчанию conf-t ip-road 0000 0000 через 192 0 2 1 записываем пингуем 192 0 2 1 так что я сделал шоуру да-да-да-да-да я наверно опечатал все и у нас интерфейс не 1 0 а 0 1 интерфейс f 0 1 no shutdown да-да, вот все значит адрес его description и роутинг теперь записываем и пингуем 192.0.2.1 Итак, у нас этот. Я тут конечно интерфейс f00 значит мы это все быстро уберем ноу делаем copy paste убрали ноу copy paste убрали conf.interface это у нас новый ip-адрес шоуру да мы почистили теперь не вставилась conf.interface f01 ip-адрес ctrl-a вот теперь все работает поторопился я немного но зато вы освоили как убирать команды из конфигурации теперь конфигурим наш коммутатор значит conf.interface f0.24 подключен к маршрутизатору он транковый интерфейс интерфейс подключен к компьютеру он access switchport access в lan 401 ну и поскольку у нас втп тут тоже нету в lan 401 делаем unip main но интерфейс не обязательно заводить мы так для комплекта просто делаем интерфейс ну и теперь здесь зададим gateway 10 130 1 0 1 ip-адрес 10 131 0 200 255 255 255 255 0 ну а теперь давайте пропингуем наш роутер 10 131 0 1 так роутер у нас пинг теперь сконфигурируем туннель принцип такой мы создадим интерфейсы туннельные на двух коммутаторах двух маршрутизаторах туннельные интерфейсы они так же как и валаны то есть будут иметь свой адрес но при этом мы будем указывать поскольку у нас это не второго уровня а третьего уровня мы будем указывать адрес обоих концов туннеля кроме этого для осуществления маршрутизации мы будем использовать лупбек адреса мы их использовали в прошлой работе для настройки а тут мы конкретно лупбек интерфейс настроя мы будем эти адреса использовать и роутинг соответственно будем прописывать на лупбек интерфейс то есть все достаточно просто конфт создаем интерфейс туннель 0 задаем ему ip адрес 10 128 255 253 также из сетки 30 255 255 255 255 252 задаем оба конца туннеля источник F0 1 4 и destination это адрес 192 0 2 20 туннель поднялся и лупбек интерфейс через который собственно мы будем роутинг интерфейс лупбек 0 ip адрес 10 128 254 1 тот же самый который мы как идентификатор роутера задавали для OSP но естественно поскольку этот хост то маска 32 и роутинг задаем на адрес 5 это лупбек адрес будет нашего маршрутизатора в пизе 10 128 254 5 маска у него 32 и через наш интерфейс туннеля 10 128 255 255 254 это будет интерфейс туннеля на том конце туннель 0 для этого интерфейс туннель 0 туннель для этого интерфейса IP адрес как у нас таблички прописано 10 128 255 254 255 255 255 252 и соответственно оба конца туннеля туннель SOS это F01 туннель destination это 192 внешний адрес нашего маршрутизатора на Донской 198 51 102 и интерфейс loopback на него мы собственно будем routing 10 128 254 5 еще раз эти интерфейсы необязательны у нас туннель может подхватить сам интерфейс и роутить можно через них ну и routing на loopback интерфейс маршрутизатора на Донской 10 128 254 1 маска 32 через оконечный адрес туннеля на той стороне 10 128 255 253 253 ну и как и на других маршрутизаторах мы поднимем OSPF роутер IT 10 128 25 45 совпадает с loopback нетворк маска у нас вилл карт на сеть 0 255 255 255 255 ария 0 рейт мем вот собственно шоу интерфейс туннель 0 вот у нас наш интерфейс собственно поднялся ну и попробуем теперь пропингуем нашу сеть как видите пинг проходит полностью сеть 0 2 7 8 8 10